Когда появляется инициативный человек с огромным желанием сделать что-то хорошее, то к нему присоединяются и другие люди. И вместе они творят добрые дела, заряжая энергией всех вокруг. В селе Болонь радостное событие. Наконец-то там появилась детская площадка. Более подробно смотрите в сюжете Яна Кубрушко. В 2017 году жители села Болонь решили, что вместе они смогут изменить сельскую жизнь в лучшую сторону. Было принято решение зарегистрировать территориально-общественное самоуправление «Набережная», председателем которой стал русский Дмитрий Викторович. 6 сентября 2018 года ТОС «Набережная» одержал победу в краевых конкурсах со своим проектом «Здоровое будущее», направленным на благоустройство территории с установкой детского спортивного комплекса, получив краевое финансирование на сумму 634 тысячи рублей. Мы пришли к этому мнению, что действительности надо. Потому что посмотреть вечером выйти на улицу, молодежь у нас и курит, и пьет, вот как бы непонятно чем занимается, и вот решили, что пора заняться спортом. В селе проживает около 300 человек, из них 90 – это дети. После паводка в 2013 году из села был большой отток населения. Все стало рушиться. Дом культуры закрылся, а ведь когда-то он был. Клуба в селе нет, площадок детских тоже. Дмитрий благодарит администрацию района, которая помогла с документацией, подсказывала и курировала эти несколько лет. Также жителей, взрослых и детей, которые провели большую работу перед установкой конструкции, это уборка территории от мусора, они снимали верхний слой для дальнейшего засыпания песка, скос травы и установили и украсили в яркие цвета ограждения. Мы немножко помогали, сам не лично участвовали. Приходили, скашивали траву, также убирали, и дети помогали, колеса красили. Большое количество людей помогали друг другу, верили в свои силы и не опускали руки, когда проект не прошел первый и второй раз на конкурс. Конечно, были люди, которые говорили, что чего тут делаете, зачем вам это все надо, и все равно у вас ничего не получится, и вы только скосите, и больше ничего не будет. Конечно, как всегда, как обычно, есть такие люди, которые находятся, как в том мультике «Баба-яга против». Самое главное, что теперь дети рады. Не дождавшись, когда затвердеет бетон, дети уже полезли на тренажеры и качели. Дети – это наше все. Все мы делаем для детей и ради детей, чтобы у детей было место, куда можно было прийти, не просто там дома посидеть в компьютере, чтобы они еще и отвлеклись от компьютеров и между собой пообщались. Поздравить с таким важным событием сельчан приехал глава Амурского района Павел Михайлович Боровлев и Аксенова Светлана Михайловна – председатель собрания депутатов Амурского района. Очень приятно, что мы собрались с вами на этом событии, реализации проекта ТОС, которое шло трудным путем, благодаря вашим энтузиастам, семье русских Татьяне Ивановне и Дмитрию Викторовичу, которые с третьего раза, можно сказать, выиграли такой проект. Я думаю, это будет началом благоустройства вашего села. Хочется, чтобы вот эта территория, которая есть, она превратилась в центр села. И уже в продолжении этого ваш ТОС выиграл новый проект, который будет реализован в этом году – это ограждение. Я думаю, в развитии этой территории будут на следующий год у вас новые проекты. В настоящее время готовится к реализации еще один проект ТОС – «Надежда». По созданию нового огражденного стадиона, который жители смогут использовать круглогодично. В планах уже зимой залить каток и создать зимний городок с елкой, проводить там праздники, масленицу и проводы зимы. А в теплое время – организовать мероприятия на День защиты детей и веселые старты. Этот проект уже выиграл в краевых конкурсах ТОС с грантовой поддержкой в 734 тысячи рублей.